Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Вы пишете следующее. Общаясь с мужчиной 4 месяца. Что значит общаясь? То есть, вы понимаете, общение оно всегда по поводу чего-то, да, общение всегда по какому-то конкретному конкретному конкуренту. Конкретному предмету или объекту. Вот у вас общение, оно по поводу чего вы свое общение начали на какой основе, на каком основании, да, то есть, что общего мы называем, знаете, вот общение значит общее что-то есть, вот что мы называем общим. Обычно говорит, что влюбился, я его и делал. Ну, понимаете, опять же, это не совсем про общение, да, то есть, как бы, влюбился, если мужчина действительно влюбился, если вы действительно его и делали, да, то это не про общение, это больше про чувства, это больше про эмоции, вот. Возможно, влюбился, да, то есть, такой, запечатленный образ из прошлого, вот, но это не общего, то есть, как бы, тот факт, что человек говорит о влюбленности, да, ну, о том, что вот он влюбился, вот, например. Совершенно не означает еще того факта, да, что мы называем есть общие, вот, и наоборот, сервис наоборот тоже, вот. Поэтому, как бы, это необходимо дифференцировать, дифференцировать обязательно. Ну, этот момент необходимо, необходимо дифференцировать, дифференцировать. Так, сам же за все время не подарил даже шоколадки. Каким образом вы связываете, ну, каким образом вы приходите к мысли, что мужчина вам должен подарить? Нет, я не спорю с тем, что, как бы, вы можете рассчитывать на то, что человек вам что-то подарит. Я не говорю, что вы не должны рассчитывать на это. Скорее, я говорю о том немножко, что именно этот данный конкретный мужчина, вот, почему вы решили, что именно этот данный конкретный мужчина, условно говоря, должен вам что-то дарить? Вот, как бы, простое, вот, о чем я говорю, больше. И, соответственно, вам нужно на это, мне кажется, обратиться свое внимание. То есть, если вы ждете от человека подарок, например, если вы ждете от человека подарок, то, наверное, крайне важно, чтобы человек имел такую возможность, чтобы человек хотел вам что-то дарить, а он или не может. Не особо важно, что именно, да, то есть, ну, не особо важно, хочет он или, ээээ, не особо важно, не хочет он или не может, да? Важно, важно, что он этого не делает, только, как бы, вот, это единственный важный момент. Вот, соответственно, то, на что вам нужно обратить, на мой взгляд, свое внимание. Дальше. Дальше. При этом каждый раз говорить, как же сильно он мечтает об отношениях со мной, но не потянет финансовые, за небольшие зарплаты, работает учителем, и у него там, соответственно, кредит. Ну, я бы сказал здесь, что мужчина больше интересуется не вами, да, а отношениями, скорее, как таковыми. То есть, ему не сколько важны и нужны вы, сколько важны и нужны отношения, я бы обратил внимание на это. Но, ввиду того, что, ввиду того, что вы сами, как мне кажется, как мне кажется, такую же модель продвигаете, то есть, вам тоже, скорее, нужны отношения, нежели чем сам человек, потому что вы, условно говоря, хотите, чтобы вам дарили подарки, при том, что мужчина прямым текстом говорит, что он этого делать либо не хочет, либо не может, а вы не можете решить для себя, как к этому относиться. Вот. Хотя, казалось бы, здесь всё достаточно просто, в плане того, что, если человек не соответствует вашим ценностям, да, ну, просто вот, не поступает, не ведёт себя так, так как вы считаете, должен вести себя мужчина, то вы просто понимаете, что вам, ну, что это не... вам, ну, всё это вам не подходит, и всё. Вот. Ну, нет, вместо этого вы теряетесь, вместо этого вы сомневаетесь, вместо этого вы, условно говоря, чего-то боитесь, да, и так далее. Вот. То есть проблема, именно проблема, существует. Но что это за проблема? Большой вопрос. И, на мой взгляд, собственно, надо бы постараться выяснить, в чём именно, что именно у вас противоречит, ну, друг с другом, да, вот, что конкретно противоречит у вас друг с другом, что конкретно борется друг с другом у вас, что конкретно вызывает внутренний конфликт, что его обославливает внутренний конфликт, что делает возможным внутренний конфликт ваш. Вот. Причём, я не считаю, опять же, что его, то есть внутреннего конфликта, вообще быть не должно. Я так не считаю. Я говорю о том, что в данном случае ваш внутренний конфликт вам мешает. И мешает вам вести себя в отношениях, ну, может быть, так, как вам бы того хотелось. Быть, быть, может быть, естественным в отношениях. Более естественным, чем вы являетесь, например, сейчас, да. Потому что сейчас вы не можете быть естественными, в отношениях для того, что у вас есть внутренний конфликт. Вот, опять же, да. Вот. Но основания, основания внутреннего, внутреннего, внутреннего конфликта ваших пока не есть. Вот. И, как бы, нужно разобрать и рассмотреть основания для конфликта. Вот. И тогда вам, я уверен, будет гораздо легче принять решение. Дальше. Дальше. Постоянно говорить, что я достойный самый лучший, он показать этого не может. Ну, вообще, для мужчин это свойственно. Вообще. Для мужчин это свойственно. Это такая модель поведения, да, когда человек не готов вступить в отношения, потому что он стыдняется, стыдится чего-то в, ну, прям в себе. Вот. И это мешает человеку, значит, быть полностью самим собой в отношениях. Вот. К сожалению, такое бывает. Вот. Хотя это, безусловно, печально. То есть, я не могу здесь с уверенностью сказать, что, там, условно говоря, ну, мужчина вас обманывает, например. Вот. Если вы спрашиваете об этом именно. Хотя, я не очень, как бы, понял суть вашего вопроса, но, суть вашего вопроса, но, тем не менее. Вот. Дальше. В то же время, хочется серьезных отношений, пишите вы. Ну, здесь, честно говоря, кажется, что мужчина боится ответственности, или ее не хочет, или чувствует, что вы себя обесцениваете. Вот, кстати, последний момент вполне, ну, вполне вероятен, вполне реален, как мне кажется, потому что вы можете, на мой взгляд, себя обесценивать. Вы можете, на мой взгляд, относиться к себе в глубине души, как-то вот негативно. И это может переноситься на другого человека, и другой человек может считывать это. Оправда, да, считать, ну, считать, считывать. И, значит, считывая, он относится к вам как раз. Так как, вот, вы относитесь к себе, к сожалению. Вот. Пускай даже вы, там, ну, на самом деле этого не хотите, да, хотите, а хотите вообще, там, по-другому, да, хотите, ну, других, другого отношения, да, хотите, ну, другой... мобиль отношений вы хотите, допустим, но работает это, к сожалению, именно так, как правило. Вот. К сожалению, повторюсь. Вот. Ам... Дальше идём. Так, это всё слова. А-а-а, ведь даже если пытается от твоего дочка подарить при встрече, или мужчина думает, что лучше вообще ничего, чем скромный букет. Да. А-а-а, да. Некоторые- неко-е-е-е-е действительно могут так думать, некоторые мужчины действительно могут так думать, а, некоторые мужчины действительно так думают. Вот. Вот. Что, нici-го лучше чем... э-е-е, чем что-то. Вот. Я сейчас не берусь утверждать наверняка, да, вот, ну, в смысле, я не берусь сейчас давать какую-то стопроцентную отырку, отырку, да, но заброшенный вердикт, но вот видится мне ситуация именно такой, что либо мужчина действительно боится ответственность, либо он пытается вас использовать. Опять же, более конкретно, да, более полно дать ответ невозможно именно в силу того, что отсутствует достаточно количества информации. Её, этой информации в смысле, просто нет, вот, и нельзя сказать более, нельзя сказать более точно, просто, к сожалению, к сожалению. Вот, поэтому это, по каждому, вот, такой аспект. Ага, дальше. Как реагировать и общаться с ним дальше? Что, что вам создаёт препятствие для общения с, ну, условно говоря, что вам создаёт препятствие? То есть, в чём вы сомневаетесь? Ну, ну, образно говоря, не зная, как общаться с ним, вот. Должно же быть, наверное, должно, точнее быть, наверное, какое-то основание для этого, чтобы вы не знали, как с человеком общаться дальше, вот. Должно быть, должно быть какое-то противоречие, получается, а противоречие, получается, вы не описываете. Ну, к примеру. Какое может быть противоречие? Например, противоречие может быть следующего, следующего плана. Я хочу определённого типа отношений, к примеру, но боюсь, например, быть отвернутой, допустим, допустим, допустим. Я не говорю, что это конкретно ваша история, я просто, вот, в качестве примера, ну, в качестве примера здесь беру, вот. Может быть, это и не ваша, как бы, история, да, может быть, это и не ваша, не к вам относится вообще, но тем не менее, тем не менее. Поэтому постарайтесь ответить на вопрос, да, вот, себе. Всем противоречия, всем конфликт, вот. Мне кажется, это достаточно важный такой нюанс, вот, раскрыв который мы могли бы увидеть вашу проблематику. Ну, это мне так видится, опять же, в этой ситуации. Вот. Особое внимание нужно обратить именно на то, что между вами общего, Лео. Если общего нет, то отношения выстраивать, ну, довольно сложно, в принципе. Я думаю, вы это понимаете. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.